Всем привет, с вами Юмилия. Добро пожаловать на мой канал. Вам может показаться, что я немного странно говорю, и вам абсолютно не кажется. Я, если честно, даже не знаю, как это будет звучать в записи. Если что, о причинах я говорила у себя в Телеграме. Будем смотреть ролик Содерлинга. И на второй вопрос из этого видоса, мне кажется, что я знаю ответ. Ну, послушаем, что же он скажет. Всем привет, с вами Содерлинг. И вышло уже 6 серий от Элихо. У меня в комментариях многие люди писали некие теории. И вот одна теория, мне кажется, достоверной. Азбин, который можно посмотреть в нашей озвучке в моем Телеграме. Кстати, я думаю, что следующую серию я посмотрю от Киберкотиков, как обычно. Но все же у Содерлинга тоже хотя бы часть серии. Но хочу заценить, как звучит это все в его озвучке. Если вы хотите в числе первых увидеть финал первого сезона в эту пятницу, обязательно подписывайтесь сюда по ссылочке в описании. Аластер. Демон, который лишь попал в ад, тут же свергнул толпу оверлордов. Захватил души Хаска и, вероятно, нефти. Внезапно и сам оказался лишь игрушкой в чьих-то руках. Громкие слова того, кто сам на привязи. И по какой-то причине все фанаты тут же решили, что он служит Лилит. Просто потому, что они оба пропали на 7 лет. Нет, дело не только в этом, а суть в том, что он помогает Чарли. И для чего ему это нужно, непонятно. Кроме момента, что он реально мог бы прислуживать Лилит. Как бы матерь Чарли. Мне-ка-мне-ка, кто бегает по городу после 7 лет отсутствия. Всего-то 7 лет. Но вы реально думаете, что Вивзипо пришел в первой же серии и нам чуть ли не прямо сказать, что два самых загадочных персонажа от Эля Хасбин связаны и работают вместе? Если так и будет, я буду крайне разочарован. Что они делали? 7 лет целов Алистом в двоем комнатке в заперти. Кстати, была ведь теория, опять же, у меня в комментариях, связанная с тем, что когда Люцифер и Аластер встретились, между ними был некий негатив. Как будто Люцифер я как бы бывший, а Аластер ее нынешний молодой, как бы, так скажем, человек. Хотя нифига не молодой. Я сексуал. Я вот сейчас слышу, как говорю. Мне кажется, я так говорила в своих самых первых видео еще с канала Сварфейса. Если кто-то смотрел эти видео, напишите в комментах, что думаете, реально ли есть схожесть. Если они просто сотрудничают, то зачем пропали вдвоем на 7 лет? Не ведитесь, ребят. Если Нета обратил внимание, весь интернет, то очевидно, что это сценаристский байт. Намек, чтобы нас запутали. И на самом же деле, 7 лет назад в аду, скорее всего, просто произошло некое значимое событие, которое в корне все поменяло. Если вспомнить историю из первой серии, Лилит развивал ад лишь до начала истреблений. А затем, говорится, что ее дело продолжило Чарли. И ее мечта была передана ее драгоценной дочери. Будто бы именно в тот момент Лилит и пропала. Что если первое истребление произошло всего 7 лет назад? Подумайте. Лишь недавно был убит первый ангел. Вряд ли Чарли 100 лет терпела ежегодные зачистки. Да и Адам с его характером не сумел бы веками скрывать идущую войну, раз он проболтался при первом же удобном случае. Лилит всю свою жизнь положила на развитие и поддержание своего королевства. И когда Адам объявил о надвигающемся истреблении, логично предположить, что девушка вдохновила весь ад дать им отпор. Сказала сопротивляться. Но все было тщетно. Даже самые могущественные демоны не в силах были убить ангелов. В тот день погибло огромное количество ее поданных. И вместе с ними пропала и Лилит. Алластера же все боялись и восхищались им. Алластер же, столь гордившийся своей силой, тот самый день истребления 7 лет назад впервые потерпел поражение. Кто-то даже распускал небылицы о том, что ты пал от святых орудий. Подобные слухи не возникают из ниоткуда. Они могут быть преувеличены, переиначены, но где-то в их основе всегда лежит правда. Вам никогда не казалось странным то, что он был обычным человеком, да, совершивший много убийств, но все же он появляется в аду и сразу же становится суперсильным. Может быть это не просто так? И опять же я понимаю, что Содерлинг говорит о том, что вариант сотрудничества Алластера с Лилит лежит на поверхности, но все же как-то закрадываются такие мысли и посмотрим, что уже будет по итогу. Да и не стал бы древнейший Эверлорд вестись на тупые сплетни. У Алластера даже глаза забегали в этот момент. Скорее всего, хвастливый радиодемон, еще не зная о неуязвимости врагов, хотел проявить себя в битве с ангелами и был серьезно ранен перед множеством следящих за ним демонов, которые впоследствии породили слухи о его гибели. Эти семь лет Алластер залечивал крайне тяжелые раны и в столь ужасном состоянии попросту не хотел выходить в свет, боясь невозможно в лучшем виде попасть под раздачу. Ангельское оружие нанесло радиодемону сильнейший урон, как физически, так и морально. Скорее всего, за эти годы Алластер значительно ослаб и лишился части своих былых сил, на что и намекал Хаск. А помните момент, когда Яичко сказала ему про убийство одним из демонов, как раз таки, ангела, и какое лицо у него тогда было? В своем уме перейдет мне дорогу. Я хочу сказать, тебя долго не было, и не то чтобы кто-то знал почему. Хоть Алластер старается вести себя как обычно, гордо и хвастливо, не подавая виду, будто что-то произошло, но при этом заметно занервничал при появлении Зестиоля. Держится исключительно за счет своей былой репутации. Я разберусь. Ну, блин. Нет, дорогуша, оставь это мне. Алластер на... Там же последней серии он такого наворочил. Или предпоследняя это была? Поиздевался над мелкими демонами, чтобы продемонстрировать всему аду, что он все так же силен. Напоминание для всех. Выбрал жертву послабее, поскольку боится столкнуться с Эверлордом в нынешнем состоянии. И хоть он пускает щупальцы, меняет размеры и все еще пугает, с высшими демонами ему не совладать. И в данный момент он ищет способ, как возвыситься. Не просто вернуть былую мощь, а достичь уровня ангелов, которым он не ровня. Именно поэтому он так был заинтересован в том, кому же удалось убить истребителя. Как раз я про это говорил. Поэтому завидует Люциферу с его ангельскими способностями и от досады пытался надавить на его слабую точку, отцовство. И именно поэтому он помогает Чарли, принцессе, которая мечтает открыть грешникам проход в рай. Путь к абсолютному могуществу. Аластера никогда не интересовали ни власть, ни деньги. Однако же ему нравится, когда все его боятся и восхищаются им. Когда о нем говорят, интересуются им. Создается такое впечатление, будто он увидел в Чарли некий потенциал и пытается ей помочь, чтобы свою выгоду из этого потом применить. Хитки стать ангелом, как ничто другое, вписываются в его мировоззрение. Поскольку еще с самого первого дня в аду он стремился обрести максимальную мощь. И в этом ему с самого начала помогал именно тот, у кого Аластер на привязи. Тот, кто помог ему исцелиться после поражения ангелу. Тот, кто дал ему невероятную силу в первый же день. Тот, о котором я говорил еще полтора года назад. А, кстати, я смотрела это видео. Доктор Лоа. Как я подробно рассказывал в своем старом видео, Аластер вуду-культист. На что намекают множественные отсылочки к доктору Фасилье, его тени, магия крови, куклы Вуду и все эти символы, которые витают вокруг него во время использования им способностей. Каждый из них обозначает определенного духа Лоа. Точно, я вообще про это как-то сейчас забыла, когда Содерлинг вот упомянул этот видос вот этих духов, у меня как бы флэшбеки открылись. О, так называемые божества культа Вуду, которые... Просто я будто сфокусировалась на Лилит и контракте типа с ней. ...и помогает людям, заключившим с ними контракт. Взамен на данную ему силу, Аластер им что-то пообещал, вроде постоянной пищи в виде душ или повышения их влияния в аду. И до тех пор, пока он исполняет обещанное, он может свободно действовать, как ему заблагорассудится. Но по факту он действительно на привязи. Так же, как и Хас, который проиграл свою душу Аластеру именно из-за духов Лоа. Этот кот был оверлордом казино и ставок, что доказывает это заведение на заднем фоне в пилотном эпизоде. Я тоже была в шоке от этого. На старых стримах, Вивзевоп рассказывал, что Хаск вырос в Лас-Вегасе, круглые сутки просиживал в казино, и что важнее всего, обожал магические трюки и фокусы. Думаю, эти два хобби породили настоящего гения, непревзойденного жулика, которого никто и никогда не мог обыграть. За это он, скорее всего, и попал в ад. Даже в тот момент, когда Алластер переместил Хаска в отель, у него в руках можно заметить несуществующие карты и дубликаты, когда он уже было тянулся за выигрышем. Как раз это и позволило котику стать оберлордом. Просто в ад он играл не на деньги, а на души, не побаиваясь рисковать даже своей. Ведь абсолютно был уверен в своей победе. Он столь потрясающий мошенник, что спалить его попросту невозможно. Таким образом, он обыгрывал одного демона за другим, обретая все больше душ, до тех пор, пока не встретил радио-демона. Единственного оверлорда со своими малозаметными помощниками. Духи Лоа в виде его тенюшек помогли Алластеру обхитрить самого хитрого мошенника, подсказывая карты котенка и помогая ему клевать. Он так мило его называет. Это Мохаск. Один из немногих демонов в аду, кто в курсе, почему же радио-демон столь силен. Но осознал это слишком поздно. Связь Алла-Страсвуду неоспорима. Но кем же они являются во вселенной отеля Хасбин? Вивзипоп смешала в один мульт и Библию, и Гэтию, и Димон. Да, там столько всего понамешано. Которые, по сути, в рамках своей религии являются богами. Я не удивлюсь, если там Тор и Локи появятся еще. Давшими мир и несущими смерть. А в этом мультсериале это боги, живущие вне рая, демоны, не имеющие влияния, или просто духи из иного мира? На данный момент сложно сказать наверняка. Однако же они определенно являются важной частью истории Аллстера. И если же он когда-нибудь падет на самое дно, без возможности сдержать условия контракта, эти духи сожрут его за милую душу. Ровно так же, как и доктора по селье. Ведь каждый договор имеет последствия. Подписывайтесь на мой телеграм, чтобы не пропустить... Офигеть. Вот честно, обожаю видосы Соттерлинга за то, что он подходит к тем или иным вопросам вообще с другой стороны. Все люди вокруг в комментариях пишут одну идею, продвигая ее. Соттерлинг берет все эти комменты, разбирает все четко, ясно, рассматривая все детали. И высказывает вообще противоположную точку зрения, которая имеет место быть. И, скорее всего, она вполне вероятна. Ну реально, блин, это же было бы как-то странно, что Аллстер и Лилит, ну типа парень и девушка. Я не могу себе это представить, это как-то смешно. То, что у них есть какой-то контракт, ну вполне возможно. Но опять же, как Соттерлинг сказал, это слишком сильно лежит на поверхности. Пиши в комментах, что думаешь. А с тобой была Юмилька. Не болей, береги свое здоровье, обязательно. И пока, еще увидимся.